Уважаемые участники заседания Совета Безопасности, думаю, что рассмотрение и принятие решения по сегодняшнему вопросу много времени не займет. Нам предстоит рассмотреть проект нормативного правового акта, связанного с вопросами оценки состояния национальной безопасности. То есть в тот или иной период времени нам нужно выработать критерии оценки состояния национальной безопасности. Учитывая значимость данного документа, принято решение провести заседание Совета Безопасности и в таком формате его рассмотреть. Как вы помните, на 7-м Всебелорусском народном собрании говорилось о необходимости переработки соответствующих нормативно-правовых актов в развитии новой концепции национальной безопасности. Мы говорили о том, что концепция национальной безопасности – это публичный документ, мы солидно изучили его, на диалоговых площадках рассмотрели, а потом утвердили на ВНС. Но в развитии этой концепции, она и есть в концепции, это в основном направление, общая теория, нужны конкретные нормативно-правовые акты, которые будут ее конкретизировать и приземлять. Эти документы являются основной частью, неотъемлемой частью, но по сложившейся практике они носят закрытый секретный характер. Концепция утверждена, наши национальные стратегические интересы, угрозы, приоритетные направления, их нейтрализация, общее видение дальнейшего развития в сфере безопасности у нас также определены. Здесь все предельно ясно. Республика Беларусь – мирная страна, всегда открытая для равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества. Мы никому никогда не угрожали, более того, открыто, в отличие от других стран, доводим наши подходы всем. Ну и кто хочет это слышать, тот услышит, ну даже если и не хочет. Мы также говорили о том, что только закрепить отдельное положение в нормативных правовых актах недостаточно. Пришло время внедрить эти подходы в практику. То есть мы должны иметь четкое представление о том, что реально происходит внутри страны и вокруг нее. Военная безопасность, экономика, социальная, политическая сфера и другие. Без прикрас, максимально выверено и объективно. В этой связи хотел бы услышать мнение членов сайта безопасности, какая работа проведена по совершенствованию действующей системы оценки состояния национальной безопасности. Каким образом предлагаемые изменения согласуются с новой концепцией национальной безопасности? И главное, отражает ли предложенная система оценки реальное состояние дел в каждой сфере национальной безопасности? Вы знаете, наше требование формализма и упрощенства здесь быть не должно. Согласны ли члены сайта безопасности с изменениями и дополнениями, которые предлагается внести? Либо, возможно, есть после изучения проектов другие предложения. Поэтому давайте договоримся. Регламент известен. Александр Григорьевич, докладывайте. Пожалуйста. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые участники заседания. В исполнении вашего поручения государственным секретариатом Совета безопасности в соответствии с пунктом 70 концепции национальной безопасности разработан проект указа президента Республики Беларусь об утверждении документов по реализации концепции национальной безопасности Республики Беларусь. После утверждения концепции на Всебелорусском народном собрании это следующий важный этап совершенствования законодательства в данной сфере. Цель указанного документа – с учетом новых изменений уточнить порядок оценки состояния национальной безопасности на основе системы индикаторов, разработанных для каждой из девяти сфер национальной безопасности. Начиная с 2010 года данная работа строится в соответствии с указом главы государства, в который за этот период три раза вносились изменения и дополнения. При этом указ имеет закрытый характер. Закрепленные в нем подходы на практике доказали свою эффективность. В то же время жизнь не стоит на месте. Кардинальные изменения в военно-политической обстановке, совершенствование законодательства, появление новых методик оценки потребовали корректировки и адаптации документа к современным реалиям. Работа над проектом указа строилась по аналогии с подготовкой концепции национальной безопасности. Мы сохранили в документе все лучшее, положительно зарекомендовавшееся на практике и то, что сегодня еще не отработало себя. При этом учли новые предложения. Шли от реальной обстановки. На основе предложений уполномоченных государственных органов, наработок научно-экспертного сообщества и изучений зарубежного опыта. Изучен, прежде всего, опыт Российской Федерации и Казахстана. Также в полном объеме использован потенциал, наработанный межведовственными комиссиями при Совете Безопасности, прежде всего в сфере обеспечения экономической информационной безопасности, защиты государственных секретов. Несмотря на ряд дополнений, в целом структура документа, общий алгоритм работы остались без кардинальных изменений. Как и ранее, за каждой сферой закреплен ответственный орган, координатор и органы-исполнители, которые в соответствии с установленными индикаторами и их пороговыми значениями проводят анализ и предлагают соответствующую оценку. Состояние национальной безопасности в каждой сфере, как и ранее, оценивается по трем критериям. Стабильное, неустойчивое, требует принятия неотложных мер, что соответствует закрепленным в концепции понятиям риска, вызова и угрозы национальной безопасности. Общую оценку состояния национальной безопасности на основе комплексного анализа поступивших материалов проводит государственный секретарь Совета безопасности, который готовит ежегодный доклад о состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению и вносит президенту Республики Беларусь до 25 марта каждого года. Продолжение следует...